Добро пожаловать, любитель управляемой демократии, на суперпортал StopGame.ru, где сегодня пойдет речь о новой главе в истории борьбы суперземли со злобными терминидами и автоматонами. Это будет великий сказ про невероятно зрелищные сражения, глубокие механики, лучший кооператив на начало 2024 года, баги, вылеты, проблемы с коннектом и великую галактическую войну, где ваш вклад оценивается в десятитысячную долю процента. Вас приветствует смертоносный капитан Александр Виллисов, вы на корабле жеребет семейных ценностей, то есть StopGame.ru, поехали за демократию! Значит, что по замесу? События первой части, где жители суперземли одолели жуков, киборгов и просветленных, прошло 100 лет. Человечество процветало в период великой демократизации, и осваивало гиперпрыжки на веществе из трупов терминидов, которых стали разводить на фермах. Но совершенно неожиданно и внезапно жуки вырвались, и угроза начала расползаться по планетам, а для устранения заразы вновь призвали адских десантников. И собственно с жуками и новой расой автоматонами нам и придется воевать. И знаете, чем цепляет игра с первой же заставки? Угаром. Да, вторая часть даже приумножила веселый тон оригинала. С выкрученным на 200% пафосом, как в звездном десанте, тебя призывают стать адским десантником. В обучении, помимо полезных приемов, заставляют пройти, например, симуляторы боевого ранения. На корабле Хаби, который, кстати, ты называешь сам, показывают мотивационные ролики про усердную работу мужчин, женщин и детей от 7 лет. На планетах во время открытия капсул с ресурсами десантники обязательно выказывают фирменное приветствие. А в бою регулярно отпускают калампуры в духе не забывают о демократии и свободе или просто потешно и стошно орут, зажимая гашетку пулемета. Вместе с ордами жуков или роботов на экране, выстрелами и орбитальными бабахами получается восхитительное трешовое зрелище. Ну и раз уж я затронул геймплейные элементы, давайте о них и поговорим. Сердце у Холдайверс 2 осталось оригинальное, но с бюджетами Sony всего стало больше, красивее и круче. Самые внимательные уже заметили. Главное нововведение сиквела теперь это не топ-даун шутер, а полноценный экшен от третьего лица, что офигенно сказалось на восприятии динамики игры. Если вы думали, что френдли файеров и веселья из-за нового ракурса станет меньше, то... там граната, граната, вниз! Плюс, если в первой части отряд был ограничен единым экраном, то теперь любой десантинг может пойти на все четыре стороны, чтобы квест выполнить или ресов собрать, пока часть товарищей месит жуков или роботов. Ну и можно свободно любоваться реально красивым окружением, в котором еще динамически погода меняется. То дождь пойдет, то ночь наступит. При том, что окружение рандомно генерируется, выглядит все прям достойно. На одних планетах снег, другая, захваченная жуками, дает пустынями из опять же звездного десанта. А в ночных джунглях с роботами с первых секунд замеса ловишь вайбы терминатора. Но не дайте игре себя обмануть. Тысяч уникальных миров тут нет, в некоторых просто перекрашивают текстурки и накидывают других цветофильтров. Но разнообразие все равно ощущается, за счет того, что планеты тасуются между двумя расами и за счет миссий. Как эти миссии вообще работают? Все опять же по логике первой части. На карте галактической войны отображается расстановка сил. Где суперземля доминирует, а где на поверхности все еще слишком много врагов демократии. Одна область под контролем жуков, другая под властью роботов. Выбираем нужную планетку и выполняем поставленную задачу. Теперь вылазки ограничены таймером с разным сроком. На маленькие зарубы с волнами противников на небольшом пятачке дают 15 минут. В миссиях с поиском точек появления врагов ограничивают 12 минутами. А основная масса заданий с кучей целей и обширной территории будет занимать у вас по 40. Не успеете в таймер, на эвакуацию прилетит корабль и даст вам последнюю попытку сбежать. При этом отрубается возможность вызывать стратагемы, а значит никаких подкреплений и помощи. Да, если вы не в курсе, стратагемы — это уникальная фича серии. Специальные бафы, которые активируются комбинациями стрелочек на манер первой части и магика, и падают на землю в капсулах из космоса. Вариаций стратагем куча. И вспомогательные стволы можно получить, и разные турели, которые опасны не только для врагов, но и для своих. Есть разные виды воздушной поддержки, припасы и подкрепления, мины, щиты и дроны. Но вот технику и мехов пока не завезли. Однако экзоскелеты уже обещают ближайшим будущим. Вернемся к вылазкам. Если с мелкими все понятно, то на больших вам предлагают выполнить основную цель, которая может состоять из пары-тройки этапов, несколько второстепенных и, так по мелочи, развалить гнезда терминидов или заводы по производству автоматонов. Зачистим все, получим больше опыта и монет для прокачки. А еще не забывайте собирать образцы, медальки и суперкредиты. Не переживайте, позже в игросервисности объясню, куда и чего. Вариаций заданий, как основных, так и побочных, заготовили много. То надо десантный корабль заправить, то вышку настроить, гаубицу зарядить, чтобы она вам в бою помогала, геоданные отсканировать, насосы настроить, демократические флаги суперземли расставить, выживших эвакуировать, ядерную б-головку в конце концов запустить. И почти всегда это многоступенчатая задачка, где надо тыкать в экран, что-то вращать, напрягать голову, когда на тебя продолжают переть всякие говнари. Причем среди побочек у разных рас есть свои приколы. С терминидами надо, например, разваливать гнезда особо опасных невидимых жучар, или ломать грибы со спорами. А у автоматонов регулярно встречаются всякие стратагемные глушилки, система ПВО и блокпосты с минометами. И не каждую побочку тебе отмечают на карте. Но чем больше будет наметан глаз, тем быстрее ты их начнешь замечать на уровне. На первых двух сложностях вам дают обычно одну задачу. С третьей по четвертую миссии связываются в цепочку из двух подряд. А с пятой придется проходить по три операции. Зафейлишь основную цель хотя бы на одной, не получишь наград и придется начинать цепочку заново. А зафейлить изи. Ведь с каждой новой открытой сложностью, открываются они за успешное завершение вылазки на доступной. На уровнях появляются все более крепкие и бесячие враги. Если вначале ты, например, возишься с мелкими жуками, то потом к ним добавляются крепко бронированные громилы, которых придется либо расстреливать в задницу, либо убивать из хайлевельного оружия. А желчного титана вообще хрен завалишь без стратагемы с орбитальным лазером или 500 килограммовой бомбы. То же и у роботов. Удачи с глыбой или танком без ризотрона или ракетницы. Хоть до этого ты и разбирал, казалось, опасных берсерков или разрушителей. Поэтому наличие друзей здесь — это натуральное системное требование к игре. Ведь без товарищей ты можешь таскать лишь четыре типа стратагем и одно усиление. Последнее дает разные бафы, например, к патронам в кармане, выносливости или радару. Плюс тут появилось особое оружие, которое лучше всего раскрывается в паре. Объясню на примере автопушки. Это крупнокалиберная бабахалка против легко бронированных врагов. К самому оружию идет комплект боеприпасов. И да, ты можешь таскать его на себе и перезаряжаться по полчаса, но стоит твоему верному товарищу взять на себя рюкзак и крепко схватиться за тебя, как ваш мужественный тандем превращается в настоящую убийственную турель. Вот что значит положиться на демократическое плечо товарища. Такое же можно провернуть с гранатометом или и вовсе сделать с разносчиком боеприпасов. А если вы попробуете сделать вылазку один, то адреналиновый экшен превратится в очень унылый и корявый стелс, где придется оббегать каждый патруль, быстренько выполнять главную задачу и пытаться потихой свалить. Но шумные задания все равно, скорее всего, привлечет орду и вас очень быстро расковыряют. Поэтому, если вам не хочется хардкорного дрочива, придется довольствоваться гринду на легких сложностях, лишая себя, например, детких ресурсов, нужных для прокачки корабля. Ну, или можно пойти к рандомам, но тогда вы рискуете нарваться на проблемы. Хоть с релиза уже и прошло больше недели, багов, особенно касающихся сетевой игры, в Helldivers 2 все еще куча. Например, во время выбора миссий на планете можно увидеть иконки игроков в матче. Они появляются, когда кто-то еще сидит в хабе, или бросил на поверхность специальный маячок с призывом о помощи. Но я ни разу не смог переконнектиться к матчу этим способом. Есть другой вариант. Нажать на карте R и прицепиться к рандомной пати. Но в половине случаев меня выкидывало с ошибкой. А в самом матче с незнакомцами внезапно кого-то могло отключить. В случайный момент игра выкидывает тебя на рабочий стол без ошибки. У кого-то модельки пропадают, кто-то застревает в капсульном отсеке хаба. У некоторых может заглючить управление в катке, и только смерть позволит отвиснуть игрока. А я сам часто залипал у кнопки хранилища без возможности отлипнуть. И кто знает, что встречали другие игроки. В игре с друзьями, по крайней мере, тебя могут попытаться выпнуть из критического бага. А после вылета легко сразу реконнектнуться. Но благо разрабы активно пыхтят над патчами, и сетевая игра сейчас работает куда стабильнее. Однако к вечеру, когда наплывает основная масса игроков, Helldivers 2 нет-нет, да и упрется в лимит геймеров на сервере. Ну ладно, скажете вы. Суть вроде ясна, проблемы понятны. А надолго ли этого удовольствия хватит? А это хороший вопрос. И отвечать на него будет игросервисность. Вообще, в последнее время у всех рвотные позывы от сочетания слов игра-сервис. Слишком уж искажено восприятие высерами от Warner Bros., Ubisoft и прочих студий, которым в первую очередь важно получить ваши деньги, и которых меньше всего волнует качество игры. Но у ребят из Arrowhead точно есть план, и они его придерживаются. Ведь вся Helldivers 2 построена вокруг концепта гейммастера, о котором создатели активно рассказывали еще до выхода игры. Это не просто какой-то искусственный интеллект, но и реальные люди, наблюдающие за действиями сообщества, и на их основе развивающие историю игры. Не волнуйтесь, никто вам в конкретной катке подсирать или помогать не будет, как могло показаться. Взаимодействие тут происходит куда хитрее. Для наглядной демонстрации вернемся на карту Галактической войны. По сути, ну чё, есть у нас парочка, раз, какие-то секторы, несколько планет, могли бы сидеть рандомно ковыряться всем комьюнити и расчищать угрозу. Кстати, вы реально можете видеть подробную статистику действий игроков и прогресс демократизации планет. Но вот чтобы все это не превратилось в уныние и вторую работу, разрабы запилили несколько слоев взаимодействия с игроками. Первый — это главный приказ. По сути, ограниченная по времени задача для всего сообщества. На старте предлагалось отбить в жучар две планеты. За победу всем десантникам полагалась крупная премия в 10 тысяч местных рублёв. Когда комьюнити отбило первую планету, сработал второй слой взаимодействия — это поощрение от командования. На некоторое время в стартовом наборе стратагем появился рельсотрон — крайне мощная пушка против особо агрессивных вражин. Ну а когда игроки выполнили главный приказ, наружу вылез третий слой, а именно гейммастер. Ведь пока все были сосредоточены на битвах с жуками, автоматоны смогли продвинуться и напасть на новый сектор карты, запустив временный оборонительный ивент с новой вариацией миссии и жёстким таймером. Не знаю, что бы произошло, отрази комьюнити атаку, но теперь из-за проигрыша оборона превратилась в освободительную операцию. И всё это случилось только за 10 дней, в которые разработам пришлось ещё и активно корпеть над серверной частью, не выдерживающей такой наплыв игроков. Пиковый онлайн только в Steam на момент записи обзора уже пробил 270 тысяч геймеров. Короче, на мой вкус, пока концепт работает прям хорошо, и потенциал у него отличный. Лично я с радостным писком встречал первую важную победу над жуками и бежал смотреть новые планеты, а потом следил за новостями об агрессии роботов. При этом и без всяких главных приказов игра цепляет любителей прогрессировать разными мелочами. Я же уже говорил, что внутриигровых валют тут дофига. И собственно, чего для чего нужно? Условные рубли требуются для покупки новых стратагем. Список обширный, а самые мощные открываются по мере прокачки профиля. Рубли тебе цепают за успешное выполнение миссий. Образцы, разбросанные по уровням, уходят на улучшение корабля, чтобы там уменьшить время отката стратагем или для их усиления, из-за чего собирательством говна на миссиях заниматься прям хочется. Главный прикол, что конкретно эти ресурсы ты натурально таскаешь с собой и роняешь после смерти. Даже открывается новый слой геймплея со спасением самых ценных игроков или хотя бы остатков их карманов. Причем образцы разделены на уровни редкости, и самые цены можно найти только на супер хардкорной сложности. Поэтому после 60 часов мне все еще есть чем заняться в игре. Ну а разные шмоты пушки спрятали в заслугах. Они открываются за медальки, которые ты получаешь за выполнение миссий или находишь в капсулах. И как бы хитро не обзывали этот вид прокачки, по сути это Battle Pass из Fortnite. У тебя есть страницы с разным снаряжением, эмоциями и стволами. Потратил достаточно медалек на одной, можешь переходить к следующей. Конечно, это не так круто, как в первой части, где ты просто открывал новый шмот за миссии. Но в целом вся система с валютами работает нормально. Все за счет адекватного баланса. Да, доступ к мощным стратагемам открывается за уровни профиля. Но и на более сложные задания с крепкими гадами тебя пустят после того, как освоишься на простых вылазках со всякой шушерой. Еще и в механиках миссии разберешься. А пока будешь разбираться, получишь медалек для новых пушек и шмота. Причем и они не являются какой-то имбой. Порой стартовая винтовка оказывается куда полезнее, чем лазер из середины Battle Pass. Короче, имей в виду, что пока по ощущениям никто твои соски в тиски не зажимает. Не бросает на титанов с пукалкой. Не придумывает искусственные гриндовые ограничения. И поэтому такой сервис воспринимается более адекватно после прочих представителей жанра. Но это пока. И кто знает, может потом и медальки за доллары пихать будут. Ведь один прецедент все же имеется. И имя ему суперкредиты. Это платная валюта, за которую можно покупать скинчики в отдельном магазине и открывать доступ к особым Battle Pass. Но даже тут ощущается более человеческий подход. Потому что эти суперкредиты мало того, что бесплатном Battle Pass раздают, так их еще и на уровне найти можно. В итоге вон мой товарищ, вообще не парясь, насобирал нужный для платной заслуги косарь за 40 часов игры. Правда и там никакой имбы особой нет. Ну допустим у дробовика зажигательные патроны. Зато урон срезан вдвое. Разве что улучшения туда засунули, которые сокращают время отката подкреплений, когда вы потратите 20 доступных призывов. Но всего на 20 секунд. Так что привкус говна во рту от донатных приколов в платной игре хоть и есть, но он далеко не такой сильный, как во многих других сервисах. Еще и игру отдают не за фулл прайс в 70 баксов, а за 40. Но опять же, хрен его знает вдруг потом систему перелопатив. Говорю пока за текущее состояние. Что можно сказать в итоге? Да что что. Несмотря на проблемы с сетевым кодом и горькую ложечку доната, мы в феврале получили пока что лучший кооператив 2024 года. Да, этот проект точно не для любителей соло приключений и не так хорошо работает в зарубах с рандомами, хоть в игре и присутствует войсчат. Но если у вас есть хотя бы парочка, а лучше тройка друзей, которые любят свободу и готовы нести управляемую демократию в этот мир, вам точно не стоит проходить мимо. Возможно, вам кажется, что это крепкий похвальня. Но чем дольше я зависал в игре, открывал новые стратагемы, изучал тактики в борьбе с противниками, подмечал разные детальки вроде того, что заряженная для побочки пушка реально стреляет по врагам при призыве, показывал радомно новичкам возможности игры, ловил товарищеский вайп с незнакомцами, эвакуировался в адском замесе в последние секунды на высокой сложности и ощущал себя хоть и маленьким, но важным винтиком всего демократического комьюнити, тем больше я влюблялся в Helldivers 2. Я наиграл уже 60 с лишним часов, но мне все еще не надоело. Возможно, когда я открою все улучшения, скуплю весь батл пасс и предзову все стратагемы, мне станет скучно. Но, во-первых, нам обещают регулярный подгон контента, очень жду мехов. А во-вторых, реально все еще интересно, как будет развиваться галактическая война, захватит ли автоматоны очередной регион, появится ли новая раса и как изменится карта спустя месяцы. В чем я точно согласен с разрабами, Helldivers 2 на старте и спустя время будет ощущаться немного разной игрой. И быть в первых рядах такого проекта приятно. Так что от меня игра получает демократическое изумительно. Если ваш комп нормально тянет проект, он, кстати, оптимизирован неплохо, вот сами посмотрите на системки. На 2060 Super с DLSS ультра качества на высокосредних настройках мне удалось получить стабильный 60 фпс в 2к. И если у вас есть веселая компания, то я не понимаю, почему вы еще не примерили на себя костюм адского десантника и не влились в это веселое сообщество. На этом я с вами прощаюсь, еще услышимся на Super Stop Game. Это ты сейчас женским голосом заэрала? Да. Ты визжишь как девчонка. Так страшно.